Получение чугуна. Газы, выходящие из доменной печи, имеют невысокую температуру, всего лишь около 100 градусов Цельсия. Но они содержат довольно много угарного газа, при горении которого выделяется теплота. Доменный газ в смеси с воздухом поступает в каупер, где сгорает. Горячие газы разогревают насадку из уложенных с просветом кирпичей. Когда насадка раскалится, в каупер в противоположном направлении подают воздух, обогащенный кислородом. Холодный воздух нагревается до температуры почти в полторы тысячи градусов. После того, как кирпичная насадка остынет, в каупер вновь подают отходящий доменный газ. Чтобы процесс нагрева воздуха был непрерывным, возле каждой доменной печи строят два и более воздухонагревателя. Процесс получения чугуна протекает в печи шахтного типа, который называется доменной печью или просто домной. Специально подготовленное сырье подаётся порциями или калошами в засыпной аппарат. Он закреплён на верхней части печи, калошники. Засыпной аппарат устроен так, что газы из доменной печи не попадают в атмосферу. Плавильные материалы под действием силы тяжести движутся вниз по шахте, расширяющейся части печи. Их температура постепенно повышается, и около 300 градусов Цельсия начинается процесс восстановления железа. В самой широкой части печи, в распаре, образуется расплав. Благодаря этому объём смеси уменьшается. Такая широкая печь уже не нужна. Сужающаяся часть печи называется заплечиками. В заплечиках протекают реакции образования чугуна и шлака. Высокая температура, необходимая для получения железа, создаётся не только экзотермическими реакциями восстановления оксидов железа, а в основном за счёт горения кокса. Кокс сгорает в нижней части печи, горне. Для горения кокса нужен окислитель. Заранее подогретый до температуры не меньше 1300 градусов Цельсия воздух, обогащённый кислородом, вдувает в горн через трубы, фурмы. Углекислый газ, образовавшийся при горении кокса, поднимается вверх и, встречаясь с движущимся навстречу раскалённым коксом, превращается в восстановитель, оксид углерода-2. Образовавшийся чугун и шлак выводят издомно через отверстия, которые называют летками. Чугунная летка расположена у самого пода печи. Шлаковая летка расположена выше, так как плотность шлака меньше плотности расплавленного чугуна.